Почему я радуюсь? Как только я включаю камеру, я схожу с ума. На фоне стоит наша прелестная ёлочка. Здесь у меня тоже ёлочка на подушке. Если у меня сейчас есть такое яркое праздничное настроение, то я надеюсь, что я вам его передам через камеру и заряжу вас на хорошее настроение. Ну что ж, этот влог будет такой смешанный, потому что я буду показывать вам и покупки, и расскажу вам о том, куда мы собрались лететь. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то вот здесь вот мой ник. Давайте начнём с посылочек, которые я недавно получила. Вы представляете, какая сила воли должна быть у человека, чтобы получить посылки и не открывать их три дня? У меня не было возможности все эти три дня сесть и снять видео. Первую посылочку я пока что отложу в сторону, потому что это будет очень интересно. Давайте перейдём к вот этой моей любимой коробочке, это iHerb, естественно. Заказываю я на этом сайте, наверное, раз в полтора-два месяца, когда у меня заканчиваются какие-то витамины. На этот раз я не скупила весь iHerb, я купила только то, что мне нужно было. Это спирулина. Я стараюсь прям вот, когда заканчивается баночка, заказывать ещё и ещё и ещё для того, чтобы прям вот пить её постоянно. Далее у меня тут огромная банка рыбьего жира. На этот раз я заказала тут 240 штук. Давайте перейдём к бьюти-категории, и здесь у меня маска. Я уже не удивляюсь, потому что я её вчера протестировала. Правда, я уже не сдержалась, мне нужно было её попробовать. Зато сейчас я могу вам хоть что-нибудь о ней рассказать. Это вот такая вот маска для волос в огромной банке. Здесь 340 грамм, её хватит прям надолго. Что такое SeaCamp? Это прям не маска, а какое-то комбо, потому что здесь есть органовое масло, морские водоросли и масло ши. Там ещё есть кокосовое масло, я его очень люблю наносить на волосы. Ну и посмотрите на мои волосы, как они выглядят. Они выглядят прям очень здоровые. Мне очень нравится то, что они гладкие, они не пушистые. Следующие спасатели на ближайший сезон. Вот такие вот бальзамы для губ. Заказала прям самые популярные. Те, у которых прям самое высокое количество отзывов. Хотелось прям вот купить самое лучшее. Представляете, сколько они стоили? Считайте, что я купила из них только вот два. Всё остальное получила бесплатно. Давайте прям сейчас вместе с вами распакуем. Я хочу понюхать. Мне обязательно нужно их понюхать. Я не буду спать спокойно, пока не узнаю, какие у них запахи. Это прям шоколадная конфета. Ну, прикольненько. Сделано прям очень просто. Пока что это всё работает, но думаю, что в дальнейшем оно уже не будет выезжать. Как и у всех вот таких вот бальзамчиков. Интересно, как пахнет ментол. Прям как жвачка. Короче, моё заключение. Покупайте вот эту красоту за копейки. Раскидывайте по всем сумочкам, по всей вашей квартире. И радуйтесь жизни. Последнее, что я заказывала, это кисти для макияжа. Практически все кисти я заказала одной фирме Wet n Wild. Первую кисть, которую я хотела взять, это вот такую вот скошенную. Очень маленькую для того, чтобы рисовать какие-то стрелочки, подводить глаза. Что я вам скажу? Вот эта вот надпись Wet n Wild на некоторых уже стёрта. И когда я их, по-моему, несколько раз уверена, здесь не будет ничего написано, но это абсолютно не важно. Ещё здесь есть вот такая вот ямочка, прям для того, чтобы удобно было её держать. Следующую кисть я взяла для растушёвки. Вот такая вот пушистая кисть. Единственной кисти, которой у меня не хватало, это вот такая кисть для контура. Я всегда использовала просто какую-то кисть, которая у меня есть. Вот эту кисть я заказывала от фирмы Эльф, всегда слышала об этой фирме, но никогда у меня ничего от них не было. И вот теперь у меня есть вот такая чёрная кисточка, она прям похожа на кисточку от Мак. Последние две кисти я тут не поняла, что за прикол. Здесь написана маленькая кисточка, здесь написана большая, то есть длинная. И я не знаю, вы видите хоть какую-то прям колоссальную разницу? Мне кажется, мне не нужно было заказывать две. Это ну абсолютно две одинаковые практически кисти. Просто вот эта более набитая, вот эта более пушистая. Между ними какой-то, я не знаю, полсантиметра разницы. Это всё, что было из Айхёрба. И давайте перейдём не к самой интересной посылочке, а к тому, что я купила недавно в связи с тем, что мы собрались лететь в Варшаву, в Польшу. Я заказала вот такой вот набор различных баночек для того, чтобы поместить сюда всё, что мне нужно для ухода. Прикольная тут такая система. Если здесь вот такая вот штука надета, она не нажимается. А если её вот убрать, то она работает. Давайте же откроем то, чего я очень сильно ждала. И я думала, что оно прям не скоро придёт. Но, к моему удивлению, оно пришло до моего отъезда, что было практически невозможно. И это посылочка из Алиэкспресса. Если вы смотрели предыдущее видео, то, может быть, вы поймёте, что я заказывала и что я так сильно ждала. Та-дам! Наверное, вы всё равно не поняли, что это такое. Вот такие вот лампочки для моего красивого туалетного столика. Я буду их клеить на своё зеркало. Вы понимаете, какая красота будет. Давайте я вам покажу, как выглядят эти лампочки. Здесь вот такой вот кабель. Я надеюсь, что он будет достаточно длинный для того, чтобы вот отсюда провести его аж вот сюда. Возможно, мне понадобится какой-то удлинитель. Вау! Здесь вот такие вот провода. Здесь инструкция, как это всё работает. А, здесь есть разные режимы. Вот есть вот такой жёлтый, дневной и прям белый свет. Это для того, чтобы клеить. Это не то, что я ожидала и планировала. Я думала, что я вообще всё обклею. Я ещё плохо рассчитала между ними расстояние. Получилось, что здесь как будто не хватает одной. Косо, криво, но неважно. Сзади я приклеила всё скотчем и, блин, попыталась я максимально спрятать провода. У меня это не очень хорошо получилось. Я была прям настолько наимна. Я думала, что это займёт всё 10 минут. Я так быстренько всё сниму и покажу. Но у меня уже сломана спина и всё тело болит, потому что я всё это время вот так вот согнутой спиной их клеила. Наверное, полчаса или минут 40. Блин, как это 40 минут я клеила вот эти лампочки? Объясните мне, пожалуйста. Давай, зеркало, хотя бы удиви меня. О, май гад. Посмотрите. Блин, всё. Всё. Мне кажется, я могу закрыть глаза на все вот эти вот косяки и минусы. И то, что зеркало выглядит дешёвеньким, но, блин, я чувствую себя как в каком-то салоне красоты. Давайте-ка я присяду. Представим, что я пришла в салон красоты. Хорошо видно макияж. И несовершенство, конечно же. Лампочки все горят. Спасибо на этом. Кстати, это максимальная яркость. Можно сделать ещё вот так прям. Ничего себе. Тут прямо 100 режимов. Но вот эта яркость вряд ли, думаю, она кому-нибудь понадобится. Сейчас я поменяю режим. Более оранжевый. Это прям белый такой. Вот этот мне больше всего нравится. На самой высокой яркости. Обалдеть. Они прям заменяют светильник. Можно светильник не включать, а включать вот это зеркало и любоваться с кровати. Сейчас я хочу сесть и расписать все прям важные дела перед полётом, потому что их очень много. Я достала свой планер, который показывала вам в одном из моих предыдущих влогов. Догадайтесь с трёх раз, притронулась ли я к нему или нет. Естественно, нет. Так что сейчас я запишу самые важные дела. Вот такой у меня пока что туду-лист. На сегодня спокойной ночи или доброго вам утра. Едемся с вами через пару дней, когда я начну составлять все эти списки. Всем привет. Сегодня очередной день съёмок и сборов. Сегодня я уже понемножечку продвигаюсь к планированию нашей поездки. Давайте я вам покажу, какие у меня планы на сегодня. Сегодня 20 декабря, понедельник. Начну я с витамин, который мне нужно собрать. Вот это все мои витамины и любимый ракутан. Я посчитаю, сколько мне именно их нужно. И возьму с собой вот такую одну баночку. Я не знаю, хорошо ли это или нет, всё вместе смешивать. Естественно, ракутана не буду бросать вместе со всеми витаминами. Я его просто вот так вот повырезаю. Немного вышло не то, что я ожидала. Я только добавила ракутан, и получается она уже полная. А мне ещё нужно вот эти две баночки добавить сюда. Мне нужно посчитать сейчас 72 спирулины. Теперь у меня вся рука в водорослях. Следующий пункт у нас собрать баночки. Это собрать в баночки весь мой уход. Вот такой у меня весь уход, который я буду брать с собой. Вот это два шампуня. Я подумала, что возьму лучше их, чем буду искать какую-то баночку и брать с собой свой шампунь. Потому что если вы не бывали в отелях и не забирали шампуни, то я не знаю, что вы за люди. Далее моя мицеллярная вода. Буду думать, если буду её брать прям вот в таком размере. Потому что я планирую краситься. Возможно, немало. Поэтому, наверное, понадобится мне очень много. Далее вот такой у меня крем для лица. Я его заказывала на iHerb. Я его очень люблю, но он не слишком увлажняет кожу. Сейчас, когда у меня кожа очень сухая, то его мало. Вот такой тоник от Pixi. Я прям вот новый купила. Распакую его прям вот сейчас. Моя маска для волос. И вот это огромнейший крем. Представляете, это крем для глаз. Для зоны под глаза. Тоже заказывала его на iHerb. Мне кажется, он раньше будет просрочен, чем я его закончу. Ну и сейчас всё вот это, или хотя бы половину из этого, я попытаюсь поместить вот в эти баночки. Я думала, наверное, 30 секунд, как отсюда густую маску переместить вот сюда. Я подумала, что всё, придётся брать всю вот эту банку. Поняла, что всё возможно. И посмотрите, какой сейчас я лайфхак. Возможно, я не лайфхак. Вам покажу. Берём обычный вот такой пакетик для бутербродов. Берём обычную ложку, или чем-то, чем можно набирать. Выглядит это ужасающе. Но поверьте, это очень крутой ловхак, который я придумала за пару секунд. Помещаем нашу маску в пакетик. И сейчас, думаю, вы поняли, какое чудо произойдёт. Вот столько, я думаю, мне хватит на две недели. Смотрите, насколько красиво я сэкономила место в нашем чемодане. Мне очень нравится то, что здесь прям все цвета как-то сочетаются между собой. Смотрите на вот этот цвет мицеллярной воды. Если у вас когда-либо была или есть биодерма, то вы понимаете меня, насколько она любима, насколько она хорошо пахнет, и насколько она красивая и приятная в использовании. Здесь у меня крем, как будто я по ошибке его выдавила, но это крем для глаз. Его вообще нужно использовать капельку, поэтому я взяла вот так вот вообще. Мне кажется, даже это слишком много. А вот здесь у меня крем для лица. Надеюсь, что мне его хватит. Смотрите, какая красота. Это ещё и очень выглядит красиво. Всё так красивенько уложено. Я никогда в жизни так красиво не собиралась ещё отдыхать. Кстати, сюда же, я думаю, сложить и мои витаминчики. Ребята, посмотрите, что творится на улице. Фокус. Офигеть. У нас прямо уже можно плавать. Я вообще одна дома сейчас. Как я не набежу молнию, вы просто не представляете. Я понимаю, что она ничего мне не сделает, потому что я дома. Ну, блин, я каждый раз, извините меня, обсираюсь. Ну, слава богу, мне не нужно никуда идти. Вот это просто непростительно. Представляете, я забыла взять умывалку с собой. Я надеюсь, что она отсюда не будет выливаться. О, здрасте, приехали. Собралась я только брать с собой. Тут я не заметила вот эту баночку от прошлой сыворотки. У меня здесь внутри уже есть умывалка от Сэравэ, потому что когда мы прошлые разы ездили во всякие отели, я брала именно вот здесь умывалку. Итак, список, что надо взять с собой. Я уже его закончила. И каждый раз я думаю, что, может быть, я что-нибудь еще пропустила из этого длиннющего списка. Первое, что у меня записано, это мое самое важное и любимое, что может быть. Мой любимый чай. Я думаю, что я возьму его с собой. Чтобы вы понимали, вот это мой самый любимый чай. И я скупила несколько пачек, потому что они всегда заканчиваются. Думаю, что я возьму вот такую одну упаковочку. Второй, не менее важный список, это сделать список покупок, для того, чтобы не покупать лишнее и чтобы не забыть что-то купить, то, что вы очень хотели. Вот так я сейчас сушу все свои свитера из Эмкло. Я прям сушу их на максимально плоской поверхности. Больше у меня ничего такого нет. Напишите, кстати, в комментариях, как вы сушите ваши свитера. Особенно шерстяные, потому что у меня это прям первый опыт. У меня никогда не было таких свитеров. Пожалуйста, пожаловать на выставку чемоданов. Сегодня я забрала у мамы вот этот чемодан. Честно говоря, я не ожидала, что он будет такой огромный по сравнению с вот этим. В комнате у меня сейчас происходит сушка свитеров. Они уже второй день, уже третий день почти что пошел. И они до сих пор мокрые. На улице, естественно, дождливая такая погода, холодно. Сейчас отсюда буду выбирать, что мне нужно взять с собой. Буду складывать все вот в такие вот тканевые мешочки. Вы уже знаете, думаю, вот эту фирму. Потому что все вот эти прекрасные теплые свитера у меня именно отсюда. Собираю сейчас себе косметичку. И вот эта вот вся косметика выглядит, как будто ее очень много. Но на самом деле здесь прям вот самое нужное. Без праймера вообще никак не обойтись. Пудру я беру именно минеральную, вот такую вот, для того, чтобы не закупоривались поры. Беру вот такие румяна от Essence, чтобы разукрасить себе щеки. Но, возможно, от мороза они уже будут красные. Вот такая тушь для ресниц. Праймер для теней, он мне очень нравится. Хайлайтер, без него я вообще никак. Мой тон. И вот такой консилер. Из помад я беру только вот такой блеск для губ. И помаду от MAC. Это вот такая вот помада в очень красивом, таком натурально-розовом оттенке. Беру три спонжика, так как у меня больше нету. Надеюсь, что мне их хватит. Буду по несколько дней использовать один. Вот эти кисти у меня супер старые, но посмотрите, какие они хорошие. И у них очень подходящий размер для того, чтобы вот брать с собой. Взяла две вот такие кисточки на случай, если я захочу прямо накрасить себе глаза. А я точно захочу. И вот такую одну палетку я беру. Здесь прям все универсальные оттенки. От натуральных до более праздничных. Поэтому я думаю, что здесь прям вот есть все, что надо на все случаи жизни. Беру с собой, конечно же, аптечку. Это всегда может пригодиться. Особенно сосательные конфеты от боли в горле. Одна из самых больших и главных косметичек. Сами понимаете, для чего. Сегодня уже предпоследний день перед нашим полетом. Наши два чемодана. Сегодня мы сделали наши тесты на корону и ждем ответов. Это единственное, что нас может выпустить и впустить в Польшу. Потому что если мы будем без отрицательного теста, то нас пустят в Польшу на карантин на 14 дней. И в принципе лучше уже и не лететь. Пока мы ждем результаты, я хочу вам показать, что я уже сделала из всех своих дел. Уже почти все сделала. Осталось только сделать нам страховку. И билеты мы не печатали, так как их не дают печатать. Перед тем, как мы приедем в аэропорт и нам там сами все распечатают, самое главное собрать еду с собой, чтобы мы не были голодные. Сегодня я уже сделала маникюр такой праздничный, новогодний. Блин, как мне нравится. Я никогда не делала вот такую вот прям втирку яркую, цветную. Посмотрите, как оно переливается. Просто всеми цветами. Еще хотела вам показать. Купили вот такие вот весы. Специально, чтобы взвесить наши чемоданы. Так как я всегда переживаю, что они будут больше 20 килограмм. Нам можно только 20 килограмм. Такие вот весы. Здесь такая маленькая батареечка. Ну что ж, они работают вроде бы. Килограмм 600. Надеюсь, это правда. Спасут меня от переживаний. И каждый раз, когда мы возвращаемся, мне всегда кажется, что наши чемоданы весят по 100 килограмм. Также сегодня купили уже наши наличные. 1000 евро. Не знаю, много это или нет, но на всякий случай наличные точно у нас должны быть. Потому что всякое может случиться и с карточками, и с банком. Единственный минус прям в этих купюрах, это то, что они занимают очень много места в кошельке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!